Девушки отдыхают 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 А это дело тонкое Сама решай Девушки отдыхают 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 боевых пловцов. Кое-кому в министерстве кажется, что затраты на их содержание слишком велики, особенно в части сухопутной подготовки. Вот и посмотрим, на что ваши бойцы годятся на суши. Разрешено все, кроме стрельбы боевыми. Итак, дорогие друзья, реальный шанс на победу — это ваше участие. Кто хочет попробовать себя в нашем аттракционе? Кто? Здесь и сейчас на нашем супер-столбе разыгрывается супер-виз. Па, а ты так можешь? Могу, Ленг, но это будет нечестно. Почему? Я моряк, у меня специальная подготовка. Дядь Ген тоже так говорил, но только он до конца все равно не долезет. Вот столько не хватило. Итак, мы ждем следующего смельчака. А ну-ка, подержи. Что показывает нам чудеса ловкостей сноровки? О, вижу, мужчина спортивного телосложения. Мама, смотри, куда папа залез. Грищенко, раздать условия учения? Есть. Вопросы есть? Я насчет стрельбы боевыми, товарищ гениал-майор. Мне что, караулы разоружать? Зачем разоружать? У меня ракеты, которые могут разнести пол мира. При проникновении на базу посторонних караул обязан будет открыть огонь на поражение. А просто задержать ума не хватит. На время учения вам придается в помощь специалист противодиверсионной службы подполковник Барсуков. Садитесь. Есть. Так что, думаю, вместе вам хватит ума разобраться, где свои, а где чужие. Да уж, ЧП нашему округу не нужны. Не так ли, товарищ полковник? Ну, это как сказать, товарищ генерал. Если мы возьмем базу, это ЧП для вас. Не возьмем ЧП для нас. Командущий округом совсем другое имел в виду. Я надеюсь, у ваших людей хватит ума не подставляться под пули. Они постараются, товарищ генерал. Стараться будут все! По итогам учений карать и миловать будут немилосердно. Конверты вскрыть в 22 часа. У меня все. Награждать немилосердно. Где его только русскому языку учили. Аркадий Андреевич, нервы делу не помогут. Да тут никаких нервов не хватит. Ну, прыгнут эти диверсанты с парашютами. Дальше что? Если мой караул по ним огонь не откроет, я обязан буду их всех под трибунал отдать. Аркадий Андреевич, дело начальства отдавать приказы. Наше дело их выполнять. Ефимов, немедленно переводить часть на режим усиленной охраны. Увольнительные все отменить. Из отпуска всех отозвать. Всех, кого найдешь. Немедленно. А это дядя Гене от меня. Свадебный подарок. Ленка проболталась. Ну, а ты что? Хотела все втайне провернуть? Хотела. Он тоже офицер. Только ты бываешь в командировках круглый год, а он раз в полгода. Ну, и где он служит? В городе? В городе, в штабе округа. Такой же секретный, как и ты. И дома чаще бывает. И дома чаще бывает. И, между прочим, с карьера у него получше твоего. Откуда ты знаешь? Он же секретный. Да вы с ним одного возраста. А он уже полковник. Да? Так глядишь, и до генеральщи дослужишься. Причем здесь погоны? Я хочу, чтобы муж рядом был. А как с Ленкой? Как и договаривались, воскресенья твои. Только у тебя их все меньше и меньше становится. Не считал, сколько ты видел ребенка за этот год? Не считал. А то посчитай. Два. Работа. Лена! Нам пора. Спасибо, не провожай. Пап, пока! Ты так здорово стала, коток? Ай, я уже давно. Слушай, я страшно проголодалась. Давай куда-нибудь сходим. Давай. А куда? А вот и дядя Гена. А он что, с нами пойдет? Привет. Привет. Здравствуйте, барышня. Мы страшно голодные. Слушай, так повезло с погодой, солнышко такое. У меня и воскресенье работа. А я страшно голодная. Ленка на аттракционах все время. Вольная. Давай на полосу. Вольная. Давай на полосу. Ты чего все время в правый глаз стреляешь? А чтоб он больше не целился, вражина. Это подчерк. А подчерк – это следок. А следок может привезти туда, куда ему совсем не стоит приводить. Исправлюсь, Петрович. Здравия желаю. Здравия желаю. Здравия желаю. А где остальные? А у них вводные процедуры, совмещенные с уборкой территории. Ну-ну. Тебе письмо. Вскрыть 22.00. Что-то у меня с часами. Отстают, что ли? На моих 22. А на моих половина 23-го. У-у-у! А на моих вообще уже полночь. Ну, спасибо тебе, Дед Мороз, за подарочек. На здоровье. А теперь и вы меня, старико, порадуйте своим хорошим делом. Выявим слабые места нашей любимой родины. Как говорил один маньяк. Лучше я, чем какой-нибудь подлец. Время. Неделя. Что ж, гад, они так мало времени дают. Что мы за неделю успеем? Господь Бог за неделю мир создал. А тут проверить на вшивость какую-то ракетную базу. А какие у нас возможности, Петрович? А любые. Не стесняйся. Поскольку государство играет на обе стороны, предполагается, что вы обеспечены данными первичной разведки. Считайте, что это база потенциального противника. Вы мне идею дайте, а под нее я вам черта с луны достану. Тут у меня случайно завалялось несколько спутниковых снимков как раз по этой базе. И еще кое-что. Все. Так. Даю час на душ, обед и отдых. После этого собираемся в конторе и начинаем мозговой штурм. Ну-ка, дай-ка. Никогда не используй одинаковый почерк. Тебе, как командиру, замечание. Необходимо, чтобы каждый из вас четко осознал. Нам предстоит столкнуться с нестандартным противником. Вы все здесь не дети. Но я хочу, чтобы до личного состава, до каждого бойца дошло. Шутки кончились. Каждого из них могут взять в плен и допросить с пристрастием. По окончании учения этот раздолбай будет передан военному трибуналу. Запах сигарет, из-за которого его учуют, может сломать ему жизнь. А это наш главный противник, подполковник Барсуков Геннадий Михайлович. Привет, Гена. Против диверсионной группе 10 лет. Участвовал во всех крупных операциях. На его счету задержание нескольких диверсионных групп. Считается хорошим психологом. Руководитель учений, генерал Борщевский Александр Витальевич. Между нами редкостная сволочь. Все звания получал досрочно. Ай-яй-яй, Петрович. У тебя к нему что-то личное. Из-за него погибло несколько человек. Один из них был моим другом. Ладно, об этом потом. Я полагаю, что все эти учения задуманы для того, чтобы провести кадровую ротацию и наступить на хвост отряду. Вы думаете, зря они нас выбрали? Как надоела эта штабная возня. Да ладно, в первый раз, что ли? Времени мало. При любом раскладе побеждать надо. Как говорил мой первый командир, каждая удачная диверсия – это картина Пикассо. Пошли рисовать, орлы. У меня для вас хорошие новости. Развед роты ВДВ уже на подходе. Завтра во второй половине дня подтянется морская пехота. Так что недельку в тесноте, зато в безопасности. Как руководитель учения я обязан быть беспристрастным. Но скажу вам откровенно, на самом верху очень заинтересованы в неприкосновенности объекта. Если противник поймет, что объект неприступен, зря рисковать не будет. Так что не подкачайте, орлы. Вау! Ништяк! Кайф, Люсик! Выползай на пленэр! Обалдеть! Эй, мужик! Плюет! Люсик, доставай удочки, здесь есть рыба! Люсик? Люсик? Ну, и куда ты меня привез? Тут же нет ничего! Люсик, ты чего? А шашлычки? А рыбалочка? А свежий воздух? Прикольно! Тут, тут же комары! Комары? Они же сожрут меня! Не сожрут, Люсик, не сожрут! Убери! Убери меня! Убери, вот, пожалуйста! Гостей, наблюдаешь? Барень! Барень! Барень, ты можешь на платье? Усик, я тебе куплю новая! Наблюдаю! Придуркин во русскую! Я убью один оставить! Ты не расслабляйся, что я с руками забыл? Они кем угодно прикинуться могут. Ага, особенно этой, длинноногой. Номер машины, видишь? Нечетко, машина под углом. Сейчас отплыву немного в сторону. Вырубаем лэп и подходим в темноте на парапланах. Автоматом сработает аварийный генератор, а РЛС сбоя не даст. Постреляют в воздухе, как птенцов. А если генератор вырубить? Для этого надо быть внутри, а мы снаружи. А если снаружи каким-нибудь электромагнитным импульсом? Где такие мощности возьмешь? Да и аппаратуру близко не подвести. Там зона безопасности, наверное, километров пять. Вот этот вот ручей. Мелкий. Наверняка лягушек понатыкано. А если по-простому? Ляжем перед первыми постами на землю, прикинемся ветошью и малой скоростью, за трое суток доползем. А как ты внутрь попадешь? Можно сойти за своих при смене постов. Если привлекут кого-то, они детей. А бывало этот фокус на раз просчитают. Подождем информацию от Бизона. Надеюсь, он там не дурака валяет. Толя, не скучно. Сейчас. Погоди, Лапуля, погоди. Я сейчас. Толи! Сейчас, Лапуля! Не скучно! Лапулик, иду! Машину пробили? Так точно. Числятся за консалтинговой фирмой Глобус. Богатые ребята. Что же мне в этой парочке не нравится? Нарочитость какая-то. Эта публика всегда нам понтах. Угу. Тоже верно. Не спускайте с них глаз. Есть. Может быть, их в милицию сдать? Пускай документы проверят. Не надо. Документы у них в любом случае в порядке. Если это разведчики, пусть думают, что мы проглотили их бутафорию. Появляешься раз в сто лет. И все с какими-то приключениями. Кто обещал меня в Париж свозить? Летим, Лапулик. Обязательно летим. Осенью. На праздник молодого вина. Хочешь молодого вина? Прикольно. Я в город хочу, Толик. Лапулик. Ты чего? Самое то начинается. Начинается. Тихо, 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 тихо. Лусик, шампанское, французское, как ты любишь. По пятьсот баксов бутылка. Лапулик, ну хватит жрать. Машенька. Куда же? Подходим на расстояние выстрела. Огнеметами поджигаем склад ГСМ. Они вызывают пожарных. Точно. С пожарными войдем, под шумок просочимся. Верно есть, но есть нюансы. Объект обслуживается спецчастью. Пожарные выезжают в сопровождении ГАИ. В резенте, в касках, хрен нас кто просчитает. Ставим как вариант. Дальше. Перехватить почту. Может, кто из срочников за очницами переписывается? Я вместо нее в гости заеду. У них на гостей точно карантин. Мать родную к солдату не подпустят. Дальше, дальше. Давай выпьем, дорогая. За нашу любовь на Елисейских полях. Поля, леса. Я с тобой одичаю. Не успеешь. Последняя электричка прошла. Все чисто. Перебросьте две группы от станции к шоссе. Можно было бы еще пару групп организовать. Но не хватает приборов ночного видения. Завтра доставят. Усилимся. Питание собак наладили? Так точно. Толик. Есть картинка от Бизона. Есть картинка от Бизона. Ай, молодца. Мог бы еще две поставить. Технические характеристики не позволяют. На старье работаем. В нашем деле. Голова побеждает, а не техника. Багира, обеспечь запись на накопителе. Есть. Всем от бой до пяти утра. Побеждать будем на свежую голову. Толик. Лакурик, сейчас. Сейчас, спи, Лакурик, спи. Спи, спи, спи. Когда ты у меня еще такой? Выспишься? Пей. Давай. Ну, вот так. Что-то долго он ее пашет. Не нравится мне это. Видать, Виагра наглотался. Люсик. Люсик. Бобик сдох. О, сейчас. Сейчас найдем пузырьки. Люсик, пузырьков нет. Осталась водка. Мужики, клевый не будет. Клево было вчера. Лакурик. Лакурик. Люсик. Молодец, молодец. Молодец. Хороший, Люс. Спокойно, спокойно. Стоять. Молодец, Сабир. Молодец. Здравия желаю. Здравствуйте. Сюда, товарищ подполковник. Спокойно, Сабир. Свои. Ну, что у вас тут? Здесь. Вот собачка нашла. Видать, химия выветрилась. Я тоже не сразу догадался. Ловко сделано. Блютус включен. Видеоконференция. Черт! Мина, ложись! Лежать, Сабир, лежать! Лежать, лежать! Вот гады. Камеру нашли или передатчик? Орлы! Вставай, хватит на массу давить. Ой, где справедливость, а? Я двое суток, как побик, не разгибаясь. Водку жрал. И баб валял. Вот нелюдей. Я, можно сказать, любимую девушку на алтарь победы положил. У тебя этих любимых? Это особенная была. Чем же? У этой ноги самые длинные. Кому-то казалось, что он крут? Вот это было обнаружено у нас под носом. Выводы делайте сами. Теперь противник имеет довольно полную информацию о дополнительных мерах по охране объекта. Ну и какие будут соображения? Тогда я, с вашего позволения. Маршруты поисковых групп. Групп, дислокацию секретов, все меняем. Командиры групп. Жду ваших предложений через полчаса. Смотрите сюда. Единственная машина, которая прошла КПП без шмона, это машина Борщевского. Остановился он в городе. В часть ездит, как на работу. Удобная тачка. На ней слона провести можно. Разошелся. Вон объемные сканеры. Пока шлагбаум поднимают, втихаря от генерала проверяют. Я ж говорю, молоток, Гена. Да, зайцем не проедешь. Засекут и грузы человека. Наша задача захватить объект. Разрешено все, кроме боевой стрельбы. Я командир группы, и я принимаю решение. Делаем из генерала отмычку. Я за. Красиво может получиться. Как будем захватывать машину? А нам не нужно захватывать машину. Нам надо заарканить генерала. Багира, птичка летит у тебя. Лечу навстречу. Я всегда говорила, офицер значит джентльмен. Майор, мы можем с вами говорить без предисловий, как взрослые люди. Oui, мадам. Formidable. Мы вчера ужинали с подругами в ресторане и обратили внимание на вас. И вашего генерала, не скрой, он мне понравился. Угу. Я поспорила, что он будет моим. Готовы ли вы оказать содействие даме? Какой напор? Ну, так познакомите. Но для этого нужен какой-нибудь повод. Разумеется, я председатель женского клуба. Хотела пригласить бравых военных на заседание клуба, которое пройдет в домашней доверительной обстановке. Бонус лично для вас. Гарантирую. И шеф будет доволен. Обещаю. Так вы говорите, женский клуб? Это интересно. Ах, Александр Витальевич, ну что такое женщина без мужчины? Мы же с вами знаем, что законы природы нарушать нельзя. Вот у нас в клубе три десятка дам. И каждый зарабатывает в несколько раз больше своего мужа. На нас навесили ярлык бизнес-леди. Но разве мы от этого перестали быть женщинами? Так может быть, чашечку кофе? Кто там? Ваш заказ. Я ничего не заказывал. Пока. А впрочем, я догадываюсь. Войдите. Браво. От кого? Велено передать. Желаете что-нибудь налить? Да спасибо, мы, думаю, сами справимся. Какая красота. От кого это? Да прокололся тут у меня один полковник. Ну, я надеюсь, вы его простите. Вы же человек благородный, это сразу видно. Может быть, шампанского? О, нет, я только что из Франции, их напитки мне надоели. Если можно, немножко водки. Вот это по-нашему. Вам идет. Может быть, на брудершафт? Почему бы и нет? Тихо, 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 тихо. Работаем. Тепленький еще. Упырь. Клубнички на халяву захотелось. Извини, генерал. Был бы Эка Шперовский, я б тебя без этого закодировал. Хазар, записная книжка. Не пригодилась. Хазар, займись референтом. Я за машиной. Раз, два, три. Раз, два, три. Саша, Саша, я твой друг. Друг и начальник. Ты знаешь мой голос. Ты мне подчиняешься. Понял? Понял. Ты мой друг. Багира? Я Наташа. Твоя невеста. Понял? Понял. Кто я? Ты Наташа. Моя невеста. Ну! Ну! Давай! Давай, давай, давай! Ну, пасуй! Черт! Алло! Крещенко. Да, Доварик? Товарищ генерал, зайди, как вы есть. Есть, товарищ генерал. Разрешите, товарищ генерал? Заходи. Выпей с нами. Да нефиг делать. Пол вывариваем, приподнимаем. Делаем два лючка для аварийного выхода. Заднее сиденье каратим снизу. Так что втроем ляжем легко. Да еще груза возьмем сколько нужно. За ночь сварганю. Только с экранами повозиться придется. Петрович к утру обещал привезти экраны и сканеры. Тонкая работа, если лажанемся, не простят. А я что, мое дело баранку крутить. А если генерал по бабам такой спец, это его проблема. Так. А так он мужик не злой. Отпуск обещал. Молодец. А для солдата отпуск первое дело. Он обещал. Правильно. Обсуждать личную жизнь Александра Витальевича не в моей компетенции. Наташа, его старая знакомая, не давно дружит. А с супругой у генерала в последнее время не все хорошо. Вы поймите, это деликатная тема, и я не хотел... Хорошо, все правильно. Теперь повторим еще раз. Обсуждать личную жизнь Александра Витальевича не в моей компетенции. Наташа, ты не старая, не в моей компетенции. Не в моей компетенции. Пароль. Дурган. Кустанай. Извините, товарищ полковник, не признал. Ничего. Если вы мне так же диверсанта прихватите, медали представлю. Лучше бы боевые заплатили за прошлый год. А то зла не хватает. Ладно, и с этим помогу. Только возьмите. Придут, не уйдут. Хотелось бы. А ведь от собачек экраны не помогут. Хочешь сказать, что забыл обработать машину химией? Хочу сказать, что не забыл. Ай, молодца. Дождались. К нам едет ревизор. Что, еще один? Замминистра обороны Ковальчук. Что ж, нам будет чем его удивить. Пошли одеваться. Ну что, поехали, мужики? Выдохни, боец. Ну, девочки. Я тебе пошучу. Подвинулись? Ты лучше бы не ел перед заданием. Готовы? Лежите смирно, мальчики. Третью пятому. Проехала машина генерала. Наташа. Калитка первому. Калитка первому. В машине генерала четыре человека. Один лишний. Повторяю, один лишний. Смирно. Товарищ генерал-майор. Товарищ генерал-майор. Товарищ генерал-майор. Подожмитесь, моя невеста Наташа. Вот решил показать ей, как живут доблестные защитники отечества. Прошу. Прошу. Опросите референта, да просите водителя. Откуда взялась эта дама? С них что? Я сам. Есть. Наташа, обратите внимание, как ровно окрашены эти бордюры. Что? Извините, что я вынужден нарушать законы гостеприимства, но я должен проверить у вас документы. Сами понимаете. Нет, не понимаю. Вы что, не видели, с кем я приехала? Увы, сударыня. Такова моя собачья должность. Пройдемте. Это отнимет у вас всего минуту. Хорошо. Рота, смирно? Вольно. Вольно. Итак, Наташа, документы, пожалуйста. Чем занимаетесь, Наталья Леонидовна? А шнурки вам не погладить? Позовите Сашу. Кого? Александра Витальевича. Генерала Борщевского. Давайте его и не будем сейчас беспокоить. Он очень занят. Содержимые сумочки покажите, пожалуйста. Вы же понимаете, для меня безопасность превыше всего. Пожалуйста. Для меня безопасность тоже превыше всего. Боец, ты че, команда на обед не слышал? Боец, ты че, команда на обед не слышал? Ай, молодец, Гена. Ай, молодец, Гена. Ай, молодец, Гена. Видеонаблюдение, это, конечно, ЧП. А то, что им так и не удалось осуществить захват или диверсию, отнесем к плюсам. Товарищ полковник, а чем же занимались ваши люди, кроме того, что снимали кино? Понятия не имею. Командир группы принял решение работать в автономном режиме. Это его право. Если в течение оставшегося времени они себя никак не проявят, я поздравлю командира части и товарища Барсукова с победой. Вы еще на что-то надеетесь? У них еще четверть часа. Ну, что ж, подождем. Разрешите выйти, товарищ яйца-адмирал? У вас на душе неспокойно. Вы же неплохо поработали. Что-нибудь успеете сделать? Что смогу. Идите. Есть. Извините. Внимание личного состава. Говорит подполковник Барсуков. Всем предельное внимание. Всем предельное внимание. В ближайшие минуты возможно атака диверсантов. Повторяю. Вы что-то нервничаете, Александр Витальевич? Вы же наблюдатель. Всем предельное внимание. Извините, что-то давление сегодня. Извините. Да. Товарищ полковник, задымление на подстанции. Пожарные расчеты на подстанцию. Немедленно. Задымление ракетной шахты. Противопожарная система не сработала. Немедленно объявляйте общую тревогу. Немедленно. Есть. Ну, если я правильно понимаю, командный пункт тоже уничтожен. Внимание. В рамках учений часть захвачена отрядом специального назначения. Повторяю. Часть захвачена отрядом специального назначения. Приносим извинения проигравшей стороне за беспокойство. В порядке компенсации дарим песню. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извините. Товарищ вице-адмирал, группой специального назначения в рамках проводимых учений захвачен вертолет. Разрешите покинуть часть на захваченной машине? Разрешаю. Поздравляю. Служим Отечеству. Служу Отечеству. Давай на взлет! Доможня дает добро! Ну, наломали вы дров, мужики. Мы всего лишь выполняли приказ. Не так задержало, обидно. А почему не сработала противопожарная система? Здравия желаю, товарищ вице-адмирал. Садись. Мы отключили. Там бы залило все, отчасти на боевом дежурстве. Нам тоже задержало обидно. Вот так вот, Геннад. Папа, а мы уезжаем. К бабушке? Нет, насовсем уезжаем. Как насовсем? У дяди Гены на работе неприятности. Услышал, ну и что? Его переводят на Дальний Восток. Они с мамой через неделю расписываются. И мы уезжаем. Приплыли собственными руками. Пап, ты что? Ничего, все нормально. А ты приезжать будешь? Обещаю. Если я что-то пообещал, сделаю. Характер у меня такой. Характер у меня такой. Характер у меня такой. Характер у меня такое. Субтитры создавал DimaTorzok